Танковая академия Танковая академия Это умение выйти к назначенному месту единым кулаком, не растеряв по дороге половину танков из-за столкновений между собой. Эта способность слаженно действовать в группе, выходя в атаку на противника из-за укрытия или угла городской улицы, не позволяя ему при этом остановить вашу атаку даже работой по фокусу. На этот раз мы начнем нашу тренировку с простых советов, следовать которым вы сможете даже выходя в бой в одиночку, без взвода или роты. И лишь затем перейдем к тренировке навыков групповой езды и перестроений. Совет первый. Как разъезжаться со старта. Пока идет отсчет, прокрутите колесико мыши назад. Вам нужен более отдаленный вид, который поможет вам видеть обстановку вокруг вас полностью. Чуть позже, когда основная масса игроков вашей команды разъедется по своим местам, и угроза столкновения станет не столь острой, вы можете изменить вид на более привычный. Совет второй. Кого пропускать в первую очередь и как выбирать маршрут. Выйдя в бой на тяжелом танке, всегда старайтесь уступить дорогу светлякам и артиллерии. Если им не мешать, они совместными усилиями нанесут урон противнику еще до вашего выхода на позицию. После окончания отсчета, объезжайте стоящие танки либо сзади, либо на дистанции примерно в длину корпуса танка спереди. Боец, загрузившийся в бой с опозданием, может без всякого злого умысла внезапно рвануться вперед и не успеет отреагировать, если вы будете проезжать в притирку к нему. Запомните, столкновение всегда съедает больше времени, чем вы пытаетесь сэкономить, срезая путь. Совет 3. Никогда нельзя подпирать союзника или обгонять его только для того, чтобы проехаться у него под носом, перерезав ему дорогу. Лучше притормозите и без помех поверните в нужную вам сторону. Столкнувшись, вы потратите больше времени на то, чтобы разъехаться. Совет 4. Если вы все же столкнулись, не стоит тупо давить на кнопку «вперед» в надежде, что ваша боевая машина пересилит танк союзника по команде. Проще будет разъехаться, если вы остановитесь и постараетесь слегка повернуть корпус танка, а затем разъедетесь с вашим товарищем по несчастью в разные стороны. Надеемся, вы обратили внимание на то, что все действия, рассмотренные в предыдущих выпусках «Танковой академии», выполнялись в тесном боевом порядке, когда каждый танк нашей команды мог рассчитывать на поддержку огнем или своевременное прикрытие со стороны товарищей по команде. Как сохранять этот боевой порядок во время боя, мы сейчас рассмотрим поэтапно. Для начала научимся грамотно выдвигаться с занимаемой позицией и сохранять правильный боевой порядок в движении. Для того, чтобы это сделать, нужно запомнить несколько простых вещей. В мире танков не отстающий догоняет, а обогнавший поджидает. В мире танков счет идет на секунды и в большинстве случаев бойца, вырвавшегося вперед, ждет быстрая и бесславная гибель. Его невозможно догнать, пока он не сбросит скорость сам или с помощью противника, сбившего ему гусеницы. При этом лихой, но бестолковый штурмовик сам предоставляет противникам возможность безнаказанно расстреливать его по фокусу. Ведь оторвавшись от основной группы танков, он лишил своих товарищей возможности поддержать его огнем и прикрыть от выстрелов противника своими машинами, принимая дамаг противника на всю группу вместо одного танка. Вы видите, как это произошло сейчас на экране. В большинстве случаев подобное происходит, когда вся группа начинает движение одновременно. Впереди стоящие танки радостно несутся в атаку навстречу гибели, забывая подождать буквально несколько мгновений. В итоге, задние танки обреченно плетутся позади своих неосмотрительных союзников, выстраиваясь в самый вредный и бесполезный боевой порядок мира танков в колонну слива. Колонна слива – это когда растянувшиеся машины по одной выходят на противника и позволяют ему последовательно уничтожить сначала головные машины, а затем и отставших, подоспевших к шапочному разбору и не представляющих никакой опасности ввиду своей малочисленности. Для того, чтобы не допустить выстраивания в колонну слива, движение в группе танков должно начинаться с последней машины. Остальные должны выдвигаться, как только она приближается к очередному танку. Чуть раньше, чтобы уравнять скорости, иначе впереди стоящие сами превратятся в отстающих, и мы придём к тому же бессмысленному построению, которого старались избежать. Второй причиной, заставляющей роту растягиваться в колонну слива, является смешанное построение из различных типов танков. Для того, чтобы этого не происходило, мы должны сразу же указывать распределение по группам, направляя машины с одинаковой динамикой в одну группу и указывая им порядок движения. К примеру, сразу со старта мы отсортируем всех Т110 в одну компанию, указав им маршрут движения правее, или левее кулака из ИС-7, а взводу ИС-4 поручим двигаться следом за ИС-7. Всё равно с их скоростью они доберутся к месту сбора перед схваткой только тогда, когда их более быстрые калеки уже будут сходить с ума от нетерпения. И третья причина построения в колонну слива – это отсутствие пунктов сбора. В пылу битвы часть наших танков обязательно будет выбита из строя либо по вине столкновений, либо по вине сбитых гусениц, и нам просто необходимо дать им возможность снова собраться в единый ударный кулак. Для этого мы назначим нашим танкам места сбора, где можно будет задержаться, поджидая отставших и перестроиться, отводя избитые танки во второй эшелон. Манёвр поворота и перестроения Наша цель – иметь возможность в любой момент времени сосредоточить огонь максимально возможного количества танков на первой же появившейся цели и иметь возможность укрыть наших подранков в глубине строя. Общее правило. Первым всегда идёт танк по внешней дуге поворота. Иными словами, танк, идущий дальше всех от центра поворота. То есть танк самый дальний от противника. Чем это вызвано и какой смысл имеет данный манёвр? Внимательно посмотрите на сцену боя, в которой команда противника пытается выйти из-за укрытия. Ошибка видна невооружённым взглядом. Как только ближайший к противнику танк выходит из-за укрытия, ему сбивает гусеницу. Прикрыть его некому, и в дополнение к этому подбитый танк перекрывает сектор обстрела остальным членам атакующей группы. Теперь сравним увиденное с правильным вариантом действий команды. Как вы видите, танк, идущий по внешней дуге, опережает остальных всего лишь на пол корпуса. По большому счёту, его задача принять на себя урон от первого выстрела, после чего он будет сразу прикрыт остальными машинами. Причём остальным это не будет стоить ровным счётом никаких усилий. Они будут просто продолжать движение, последовательно, выходя из-за угла, и прикроют первый танк совершенно естественным образом. Даже если противник будет продолжать огонь, то ущерб от него таким же естественным образом размажется по всей группе. Но только при условии, что все элементы этого манёвра будут выполнены правильно, и каждая последующая машина, выходя из-за поворота, будет отставать от предыдущей всего лишь на пол корпуса. И первым делом мы научимся правильно выполнять повороты в составе групп из двух или трёх танков. Как вы уже поняли, чаще всего этот навык нам понадобится при выходе из-за угла или укрытия. Мы создадим тренировку на одной из городских карт, разделим нашу команду на взводы из трёх человек и отправим их на улицы. Они должны будут отрабатывать каждый поворот, каждый угол, выходя из-за него правильно, так как мы только что рассказали. Как только все взводы усвоят правильный порядок преодоления поворотов и выход из-за укрытия, мы усложним задачу и отправим всю команду сразу по тому маршруту, который они только что преодолевали по отдельности. В абсолютном большинстве случаев даже самые тесные проходы среди городских кварталов позволяют пройти трём танкам одновременно. Но не всегда возможно сделать это быстро, так как узкий проход приходится преодолевать гораздо тщательнее, чтобы избежать столкновения. Мы можем себе позволить это сделать в спокойной обстановке, но при малейшей угрозе противодействия противника такие повороты и тесные проходы должны преодолеваться на полной скорости. Для того, чтобы сделать это, нам придётся прибегнуть к перестроениям. Как это сделать, рассмотрим на примере Химмельсдорфа. Завалы от разрушенных домов частенько заставляют здесь протискиваться попарно, уменьшая количество стволов первой линии до двух орудий. Как вы помните, одной из целью нашего занятия является выработать умение держать строй и способность команды перестраиваться в любой момент времени, выставляя максимальное количество стволов на нужном направлении. Чтобы это сделать, запомним простое правило. Первыми преодолевает сужение пара, идущая с наибольшей скоростью. С одной стороны, они быстрее проскочат опасный участок и быстрее разойдутся в стороны, освобождая дорогу оставшимся. С другой стороны, те танки, что идут медленнее, будут иметь шанс сделать точный выстрел, так как им понадобится меньше времени на остановку. Тем самым они могут прикрыть огнём своих более быстрых товарищей. Как вы помните, частично этот вопрос мы затрагивали в прошлом выпуске «Танковой академии», когда отрабатывали перемещение волнами. Как только первые танки преодолеют сужение, они должны сразу же и без задержек разойтись в стороны, освобождая проход оставшимся танкам и выравнивая строй. Обратите внимание, что несмотря на то, что наши танки поменялись местами, строй от этого нисколько не изменился. Таким образом, спустя несколько секунд мы снова выставим максимально возможное количество танковых пушек на нужном направлении, чем серьёзно огорчим нашего противника и будем огорчать его таким образом до самой нашей победы. На этом мы заканчиваем наше занятие в «Танковой академии». Но если наша работа по объяснению принципов группового вождения танков завершена, то вот ваша только начинается. Потому как только регулярные тренировки, повторения пройденного и проверка знаний в реальном бою могут принести пользу. Прилежное выполнение тренировочных упражнений – это залог успеха для вас и ваших бойцов. Желаем вам успеха на полях сражений мира танков и до встречи на нашем следующем занятии, в котором мы расскажем о таком важном элементе боя, как окружение. Мы будем говорить, как окружить противника и самому вырваться из окружения. Продолжение следует...